Здравствуйте, хорошие люди! Здравствуйте, мои подписчики! Здравствуйте, гости моего канала! На моем канале уже есть такой ролик, где я рассказываю о себе. Кто я? Откуда я? И так далее. Но очень много новых подписчиков, которые не видели этот ролик, и очень многие не смотрят мои предыдущие ролики, поэтому я решил, что мне нужно еще раз рассказать о себе. Мои постоянные подписчики, те, которые со мной с самого начала, могут спокойно отдыхать. Это будет то же самое, что я говорила и раньше. Итак, меня зовут Ирина. Я родилась в 55-м году в Магаданской области. Есть такой районный центр, который называется Амсукчан. Вот в районном центре, в районной больнице, и появилась на свет в декабре месяце маленькая Ирина. Как-то так. Так получилось, что мой отец погиб. Погиб на рабочем месте. Это был не несчастный случай, это было убийство. Мне тогда было 8 месяцев. Мама осталась одна, с двумя маленькими детьми. Моему брату было на 2 года больше. Он был старше меня. Я себе тут чай приготовила, чтобы лишний раз не реветь. И мама не смогла там долго оставаться. Она уехала в свой родной город, город Петропавловск, в северный Казахстан. Покупила там дом. И так как отец погиб на рабочем месте, то она получала пенсию по потере кормильца. Это пенсия. Ну и какие-то сбережения у нее были. Она купила домик небольшой. И жила в городе Петропавловске, где-то в Капае. Так назывался район города Капае. Прожила она там, может быть, год, может быть, меньше. И снова уехала на север. Опять туда, откуда она уехала. Вернулась на север. На севере была ее старшая сестра и бабушка моя, ее мама. Так что возвращаться ей было к кому. Она вернулась к бабушке. Потом она купила тоже там квартиру себе, половину дома. И мы жили в этой квартире. Я даже помню, как мы туда переезжали. Хотя была очень маленькая. Где-то мне было три года. На лошади, на телеге перевозили вещи. И потом бабушка перешла к нам. Мы жили мама, бабушка, я, братик и курица с петухом в клетке. Это я тоже помню. И помню, как бабушка, протопив печку, застилала ее газеты и садилась сверху на плиту. И я пристраивалась всегда рядышком. Это я тоже помню. Память у меня отличная, потому что, когда мама уезжала вот на этот год в Казахстан, меня окрестили. Я помню, как меня окрестили. Мне казалось, что это сон мне приснился. Я потом рассказала его маме. И она говорит, что это... Ты помнишь, как тебя крестили? Вот. Ну, бабушка с нами пожила, наверное, года два, три. И когда мне было четыре года, бабушка решила ехать назад в Казахстан, в город Петропавловск, откуда они были родом. Бабушка собрала вещи и прихватила с собой меня. Потому что маме было тяжело с двойным маленькими детьми, ей надо было выходить на работу. Мой братик остался с мамой. И бабушка увезла меня с собой. Но с тем... Договор был такой, что я буду с ней жить. Бабушка наша была очень красивая женщина. Она тут же вышла замуж. А меня... А меня забрала моя крестная. Моя крестная, она всю жизнь жила в городе Петропавловск. У нее не было своих детей. Поэтому я заменила ей дочь. До шести лет я жила у нее. Где-то около двух лет. Она меня даже в садик водила. А потом мама... Она спросила у мамы, чтобы мама ей отдала меня. А мама не согласилась. Мама попросила свою подругу. Она ездила в воду, чтобы она на обратном пути. Заехала и забрала меня. Так вот моя подруга, мамина подруга, увезла меня снова на север. Там я пошла в школу, закончила школу. И потом встал вопрос, куда поступать после школы. И все-таки моя крестная уговорила меня, потому что я не хотела идти учиться на экономиста. Это мне до сих пор не нравится. Хотя математика у меня была на очень высоком уровне. И я уехала опять в Петропавловск. Поступила учиться. Встретила моего мужа. Вышла замуж. Потом я закончила свою учебу, получила диплом. И вот так мы прожили. Три года. Потом я все-таки уговорила Виктора поехать на север. На севере было легче жить. Зарплата была побольше, снабжение было получше. Мама там была. Можно было нашего первого сына ей подкидывать время от времени, оставлять у нее. И мы уехали на север. Уехали на север, прожили три года. Виктор не захотел жить на севере категорически. И мы вернулись снова в Казахстан. И вот таким образом до 99 года мы жили в северном Казахстане. Там, где родились трое наших детей. Вот я сейчас посчитала, что получилось, что в России прожила 16 лет из моей жизни. В Казахстане 28 лет. И 24 года я живу в Германии. Когда развалился Советский Союз, нас не спрашивали. Вернее, нас спрашивали, хотим ли мы жить в Советском Союзе или нет. И все тогда проголосовали. Был такой письменный опрос населения. Мы все проголосовали за Советский Союз. Это ничего не дало. Советский Союз все равно развалился. Развалился мы, остались с советскими паспортами. Какое-то время он был такой молоткастый, серпастый, советский красный паспорт. Ну, прошло пару лет, и Казахстан заявил, что он будет менять советские паспорта на паспорта граждан Казахстана голубого цвета. И мы были вынуждены, как жители Казахстана, поменять свои паспорта, а с этим и гражданство гражданина Советского Союза на гражданина Казахстана. Вот такая история, жизненная история, из которой вы сейчас узнали, что в России, там, где я родилась, я жила всего 16 лет из своей жизни. Вот, большая часть моей жизни прошла в Казахстане, на родине моей мамы, моей бабушки. В Петропавловске родилась моя бабушка, моя мама. В Петропавловске похоронены мои прадеды, прабабки и так далее. Они все были городскими жителями и были зажиточными мещанами. Ну, у меня еще есть вторая линия, линия папы. Наверное, там были сельскохозяйственные любители сельского хозяйства, потому что я с детства люблю сельское хозяйство. Это в том плане, что я очень люблю животных. Мой муж, он парень деревенский, но ему никогда не нужно было. Он, наверное, доза-то это еще в детстве испытал. Ему не нужны были домашние животные. Всех домашних животных захотела я. Начали мы с кур, купили цыплят, утят. Потом уток я поменяла на взрослых гусей. Потом у нас появились кролики. Потом я купила поросят. Мне привезли поросят. Вот. Потом мы переехали жить в деревню. И пошли коровы, телята, поросята, свиноматки и так далее. Так что это я очень все люблю, домашнее хозяйство. Я всегда интересовалась и всегда занималась этим всем сама. Ну, конечно, муж кормил и чистил. А доить, лечить, принимать опороз, принимать отел, это была моя работа. Когда выводились цыплята, у меня был инкубатор. Когда выводились цыплят, это было мое утят. А утят я не выводила, но покупали. А гусят пробовала выводить. Вывелся один гусенок, и тот бегал за мной. И топал по полу по квартире. Вот. Ну, это, конечно, так, отступление от истины. Поэтому я хочу сказать всем, кто говорит, что я бросила родину и уехала в Германию, хочу сказать, что в Германию уехали родители моего мужа и два брата. А мы остались. Мы остались, потому что я без языка, я не знала. Это было настолько неизвестно. Я не знала, куда ехать, что и как. Родители брата моего прожили пять лет в Германии, пока приехали мы. Когда мы приехали, ну да, мы уже знали, как они живут. И тогда в Казахстане было невозможно. Вот у нас в северном Казахстане водопровод отключили в то время как раз. И он до сих пор не подключен. В квартире прекратила пить вода. Мы брали флягу и ездили на колодце. Брали, набирали флягу с колодца. Вода была слоноватая, очень неприятная. Если ты варила суп, то это еще шло. А если ты кипятила чай, то для чая мы ездили на родник. И набирали воду в роднике. Потому что это было... Ну, для меня, тем более, вот я выросла в Магаданской области. Там вся вода, как талая, родниковая. Вот. Такой у нее вкус. А в Казахстане она солоноватая. Причем настолько солоноватая, что чай я могла пить только размешивая сахар в чай. Иначе не получалось. Вот так, мои дорогие друзья. И в Германии. В Германию я приехала потому, что мой муж коренной немец. Урожденный немец. У него и мама, и папа, и бабушки, и дедушки. У него все немцы. У него нет другой крови. Он меня. Арийц с голубой кровью. Ну вот. С арийской кровью. Ну вот. Как-то так. Когда мы жили на севере, и когда я ходила в школу, нас воспитывали. У нас были все национальности. Классы были очень большие. Больше 30 человек в одном классе. И мы не делились по национальностям. Никто никогда никого не обзывал. Я никогда на севере не слышала, чтобы мою одноклассницу, немку, по национальности, кто-то назвал фашисткой. Но в Казахстане это было в порядке вещей. И тем более у меня на канале. Очень часто я читаю такие комментарии, когда люди меня называют фашисткой. Знаете, что, дорогие мои друзья, что фашисты, что коммунисты, это принадлежность к определенной политической партии. Я никогда не была коммунисткой или фашисткой. Я была комсомолкой. Я была пионеркой, октябренком. Я даже была секретарем комсомольской организации, школой. Но вот фашисткой никогда не была. И никогда она не дозвала своего мужа так. Потому что это большое оскорбление. Он наслушался этого от других. У нас дома это слово запрещено. Так же, как эта партия запрещена в Германии. Ну вот так, мои хорошие. Вот это все о том, где моя родина, где я жила и каким образом я попала в Германию. Мой муж приехал сюда, потому что он ориец, а я как иголка за ниткой. В то время, когда мы выжили в Германии, я прожила со своим мужем уже 25 лет. Даже 26 лет. Вот. И уже 24 года мы прожили здесь, в Германии. Вместе 50 лет. Ну вот так. Наверное, всем понятно, что родину я не бросала. Я уехала с моей родины, когда мне было 16 лет. А уж и сюда я уезжала в сознательном возрасте. Так как мои дети все писали с немцами, то это был правильный выбор. До сих пор ни разу не пожалела, что мы сюда приехали. Ни разу. 24 года прожила. И все время счастлива. Нужно так сказать. Что-то я вам еще хотела сказать. А, я хотела вам сказать. Меня спрашивают, подам ли я на пенсию в России. Я никогда не была гражданкой России. Я была гражданской Советского Союза. Поэтому никакого права подать на пенсию в России у меня нет. А Казахстан не признает военного гражданства. Поэтому я гражданка Германии. И на пенсию в Казахстане у меня тоже нет права. У меня есть право только на пенсию в Германии. Ну, я здесь живу. Пенсия у меня, конечно, смешная. Но мне денег хватает. Хватает на жизнь, на питание, на одежду. И хватает на то, чтобы съездить в отпуск. И даже дважды в год. Это было всегда. Сколько мы здесь живем. Мы зимой ездили отдыхать на море, на океан, на острова. А летом мы ездили в Казахстан. Там похоронена моя мама. Моя крестная. И мы обязательно, когда приезжаем, в первую очередь идем, наводим порядок на кладбище. Но хочу сказать, что благодаря моим друзьям и дальним родственникам на кладбище у нас порядок. Поэтому у меня не болит душа за это. И я очень благодарна своим друзьям, которые остались в Казахстане. Как-то так. На улице уже вечер. В Германии перевели часы на зимнее время. Это значит, темнеет у нас теперь на час раньше. А встаем мы на час позже. Ну вот. Вот это все, что я вам хотела сегодня рассказать. Поэтому оставьте эту тему, что я бросила Россию. Я уехала из России. Да я и не жила в России. Я прожила 16 лет в России. И это было не подряд, не до 16 лет. Я потом уезжала с мужем в Россию на три года. Поэтому я ничего не могу знать о России. И в России я была последний раз в 12-м году. Я ездила на две недели в гости к своей подруге на Алтай. У меня там на Алтай еще крестница живет. Так что Алтай, возможно, я еще увижу. А вам, мои хорошие, желаю только счастья, только здоровья, только мира во всем мире. Кому-то нужно, чтобы где-то шли войны. А страдают все-таки самые обыкновенные простые люди. За все отдуваются. Всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите ваши комментарии. Я на них обязательно отвечу или поставлю вам лайк. Еще хочу сказать, что ко мне пришло еще одно письмо. Оно пришло из города Стерлик от Лилии Фраж. Вот. На письма еще не отвечала. Уже даже стыдно, что не отвечала. Ну, у нас в ближайшие дни будет так. День выходной, день рабочий. Сяду однажды и сделаю все сразу. Вот как-то так. Иначе со мной нельзя. Мне еще грибы мешают. Пока растут грибы в лесу, душа зовет. Я вас всех очень люблю. И жду вас на моем канале каждый день в одно и то же время. Сегодня ролик вышел немножко позже. Потому что я забыла, что переведут время. Но завтра все встанет на свои места. Еще раз. Пока-пока.